Страшное для многих слово пожар здесь не вызывает ужаса. И это неудивительно. Ведь более 130 человек связали свою судьбу с пожарной охраной. Село Шаркистры, что в Урмарском районе, стало поистине настоящей кузницей кадров для пожарной охраны республики. Кстати, совсем недавно пожарному посту села Урмарского района Чувашии исполнилось 85 лет. Конечно, успехи современной пожарной охраны бесспорны и неоценимы. Нельзя не отдать должное и людям, сделавшим борьбу с огнем, делом своей жизни. Людям, которые каждый день проходят по кромке риска. Порой спасение только одной человеческой жизни ведет к потерям среди пожарных. Отвагу проявляют не только огнеборцы, но и обычные жители. Многие из них посвятили свою жизнь этой серьезной профессии. Мне очень радуется, что эти люди есть. Мне очень важно понимать, что в том числе защита нашего населения зависит от вашей работы. Потому что понятно, что есть профессионалы, которые приедут и потушат. Есть профессионалы, которые до этого придут, поводзирают и проверят нарушение правил пожарной безопасности. Но есть люди, которые знают нормы, соблюдают эти нормы, сами соблюдают эти нормы. Ну и, конечно же, доносят информацию до своих родных и близких, до окружения. Тем самым, создавая вокруг себя определенную безопасную ауру. Ну и тем самым, наверное, обличает нам работу. Может быть, даже оставляет нас без работы. И это очень радостно. У пожарных есть добровольные помощники. В Чувашии их более пяти с половиной тысяч людей. На торжественном собрании в селе Шаркистры Урмарского района им вручили награды различного уровня. В рядах добровольцев есть и наши коллеги. Это сотрудник национальной телерадиокомпании Чувашии Родион Архипов. А в этом году к нему присоединился и Дмитрий Ковалев. Они также получили благодарственные письма. Глядя на этих людей, понимают, что можно спать спокойно, а не примчаться на помощь по первому зову. Юлия Важенина, Республика.